В садовом товариществе «Дружба» разгорелся конфликт. Часть садоводов отказалась платить взносы председателю и спорят, на что тратить деньги. В итоге история про сад привела в суд. Подробности узнал Алексей Вербицкий. Вот мой участок, площадь его 6,4 сотки. В свои 6 соток Михаил Матвеевич в 2020 году должен будет заплатить почти 8 тысяч рублей. Это на 2 с лишним тысячи больше, чем раньше, возмущается пенсионер. Членские взносы составляют около 1200 рублей с сотки, плюс еще какая-то там сумма порядка несколько сотен целевых взносов на мероприятия по саду. Из-за новых взносов в садоводческом товариществе под названием «Дружба» о дружбе теперь и речи нет. Рядовые садоводы и правления сегодня встретились не в саду, а в суде. Недовольные просят признать незаконным собрание, на котором руководство сада утвердило взносы и расходы на нужды товарищества. В саду мы не могли добиться документов, не могли добиться объяснения цифр, которые вот в данном случае мы сейчас с методом спарливаем, на каком основании там принимались суммы по каждой статье. Претензии садовода хотели высказать лично председателю товарищества, только в суд руководитель не пришла, сославшись на состояние здоровья. Обвинения в свой адрес Зинаида Андреева считает несправедливыми. Безпочвенно, абсолютно. Пусть они приведут конкретные факты. Обвинить во всех грехах – это всего легче. Собрание, на котором обсуждали взносы и затраты, прошло с нарушениями, настаивают обратившиеся в суд. Правление, процедуру напротив, называют законной и расходы на нужды товарищества оправданными. До этого правление не платило зарплату в полном объеме, а здесь стало платить и председателю, и сторожу. Вот это основная валовая, увеличившая составляющая, увеличившая сборка. Повысилась цена за уборку снега? Повысилась. Повысилась стоимость электроэнергии? Повысилась. Вопрос в итоге почти на миллион рублей. Столько составляет ежегодная сумма взносов со всех членов садоводческого товарищества. Их более сотни. Правда, несогласные решили пока не платить, а дождаться объяснения, на что конкретно пойдут их средства. Очередное заседание суда длилось более двух часов, и сегодня стороны выслушали вердикт. В противостоянии садовода в Первоурайске городской суд поставил точку, но она вполне может оказаться запятой. Проигравшая сторона, то есть правление садового товарищества, намерено обжаловать вердикт в Свердловском областном суде. По закону на это отводится месяц. Алексей Вербицкий, Евгений Шилов, Андрей Волков. Новости Первоурайск.